Началось заседание депутатов с приведения документации к действующей системе налогообложения. Так, с 1 января 2020 года единый налог на вменённый доход не будет применяться на отдельные виды предпринимательской деятельности. Розничная торговля лекарственными препаратами, обувными товарами, предметами одежды, принадлежности к одежде и прочими изделиями из натурального меха, подлежащими обязательной маркировке. Также был рассмотрен вопрос предоставления Нежилого фонда города многофункциональному центру и Десногорской городской организации реквидаторов впоследствии Чернобыльской атомной станции. Ранние организации уже занимали эти помещения в течение трёх лет. Сейчас же требуется перезаключение действующих договоров. Важным вопросом сессии было обсуждение действующих понижающих коэффициентов на аренду земли у города. Подобные льготные условия направлены в первую очередь на стимулирование появления инвестиционных проектов. Одним из результатов этой меры стало размещение производства компании «Доктор Мебель», которая в течение трёх лет платила пониженную арендную плату за землю. Действие таких коэффициентов было решено продлить и далее. Есть специальная комиссия по поддержке инвестпроекта. Данная комиссия рассматривает инвестиционное предложение, после чего данная комиссия выходит с указательством о применении понижающего коэффициента в размере 0,4 к размеру арендной платы за представленный земельный участок. Стратегия социально-экономического развития Десногорска до 2030 года в данный момент находится в разработке. Документы находятся на сайте администрации города. Доработкой стратегии занимается независимая экспертная организация. Далее последует процедура рассмотрения представленного проекта на публичных слушаний, учитывая рекомендации инвестиционных комиссий. И с учётом всех рекомендаций данная организация готова доработать данный проект. Сроком предоставления стратегии социально-экономического развития города в окончательной редакции значится июль 2020 года. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ.